Девушки отдыхают Корабли постоят И ложатся на курс Но не возвращаются Сквозь непогоды Не пройдет и полгода И я появлюсь Чтобы снова уйти Чтобы снова уйти На полгода Не пройдет и полгода И я появлюсь Чтобы снова уйти Чтобы снова уйти На полгода Возвращаются все Кроме лучших друзей Кроме самых любимых И преданных женщин Возвращаются все Кроме тех, кто нужней Я не верю судьбе Я не верю судьбе О себе еще меньше Возвращаются все Кроме тех, кто нужней Я не верю судьбе Я не верю судьбе О себе Еще меньше Но мне хочется верить Что это не так Что сжигать корабли Скоро выйдет из моды Я, конечно, вернусь Весь в друзьях и в делах Я, конечно, спою Я, конечно, спою Не пройдет и полгода Мы продолжаем наш вечер, дорогие друзья И продолжаем рассказ о пребывании Владимира Семеновича Высоцкого в Канаде В Монреале с Высоцким произошел казусный случай Однажды ночью, выйдя из отеля Он увидел, что у входа стоит его любимый актер Чарльз Бронсон И Высоцкий захотел подойти к нему Чтобы выразить свое восхищение его талантом Тогда в фаворе были все эти фильмы По-моему, плохой, хороший, злой Что-то такое В общем, имя Бронсона гремело И Бронсон, замученный вниманием поклонников в Америке Точно так же, как Владимир Высоцкий в Советском Союзе Даже не поворачивая головы Сказал ему так сквозь зубы Уйди отсюда Get lost Может быть, еще грубее И для Высоцкого это было Настолько неожиданно Вдруг, в секунду почувствовать себя Вот этим человеком Одним из миллионов Которому отказывает знаменитость В автографе Или просто переброситься словом И это обидело его И история имела продолжение В том же 1976 году Марина Владе устроила С помощью продюсера Майка Медового Известного в то время голливудского продюсера Выступление Владимира Семеновича Перед топовыми звездами Голливуда Они, конечно, не понимали по-русски ни слова Но экспрессия, напор Высоцкого Они сыграли свою роль И концерт прошел с большим успехом Звезды Голливуда подходили Жали руть и благодарили его А Высоцкий все это время смотрел А когда же подойдет Бронсон Чтобы так же не поворачивая головы Сказать ему Get lost А Бронсона не было И в конце он спросил Майка Медового А где же Бронсон? На что Медовой ответил ему Чарльз, это такой скучный человек Мы не зовем его ни на одну вечеринку Этот ответ примирил Высоцкого С этой ситуацией Он рассмеялся И обида была забыта Так что, а сейчас Мы продолжаем наш концерт И на этой сцене Замечательный дуэт черный кофе Ирина и Эльдар Шигаповы А аккомпанирует им Руслан Небесов Встречайте Опасаясь контрразведки Избегая жизни светской Под английским псевдонимом Мистер Джон Ланкастер Бек Вечно в кожаных перчатках Чтоб не делать отпечатков Жил в гостинице советской Несоветский человек Джон Ланкастер в одиночку Преимущественно ночью Чем-то щелкал, в чем был спрятан Инфракрасный объектив А потом в нормальном свете Представало в черном цвете То, что ценим мы и любим Чем гордится коллектив Клуб на улице Нагорной Стал общественной уборной Наш родной центральный рынок Стал похож на грязный склад Искаженный микропленкой Гум стал маленькой избенкой И уж вспомнит неприлично Чем предстал театр МХАТ Но работать без подручных Может грустно, может скучно Враг подумал, враг был дока Написал фиктивный чек И где-то в дебрях ресторана Гражданина Епифана Сбил с пути И спонталыку Несоветский человек Епифан казался жадным Хитрым, умным, плотоядным Меры в женщинах и в пиве Он и не знал, и не хотел В общем, так подручный Джона Был находкой для шпион Так случится, может, с каждым Если б ям и мягкотел Вот и первое задание В 3.15 возле бани Может, раньше, может, позже Остановятся такси Надо сесть, связать шофера Разыграть простого вора А потом про этот случай Раструбят бомб и бессиль И еще оденьте свежий И на выставке в Манеже К вам приблизится мужчина С чемоданом скажет он Не хотите ли черешни? Вы ответите, конечно Он вам даст батон с рывчаткой Принесет тебе потом А за это, друг мой пьяный Говорил он Епифар Будут деньги, дом в Чикаго Много женщин и машин Враг не ведал дурачина Тот, кому все поручил Он был чекист майор разведки И прекрасный семьянин Да, да, да Да, да, этих штучек мастер Этот самый Джон Ланкастер Но жестоко просчитался Пресловутый мистер Бек Обезврежен он и даже Он постриженный массажем А в гостинице советской Поселился мирный грек В королевстве Где все тихое складно Где ни войн, ни катаклизм, ни бурь О, явился дикий Вебер громадный То ли я бывал, то ли я бык То ли я тур Сам король страдал Желудком и астмой Только кашлем сильный страх наводил А тем временем зверюга ужасный Коих ел, а коих в лес волочил И король так дал три декрета Зверя надо долеть наконец Вот кто отважится на это, на это То принцессу пойдет под венец А в отчаявшемся том государстве Как войдешь, так прямо наискосок Без шабашных жил в тоске и в лесарстве Бывший лучший, но опаленный стрелок На полу лежали люди и шкуры Пели песни, пели мед и тур Протрубили во дворе трупа дуры Хват стрелка и во дворец волокут И король ему прокашлял не буду Я тебе читать моралью нет Вот если завтра победишь чудо-юду То принцессу поведешь под венец А стрелок Так это что ж за награда Мне бы выкатить портовей на подню А принцессу мне и даром не надо Чудо-юду я и так победю А король Возьмешь принцессу и дочке А не то тебя раздавай и в тюрьму Ведь это все же королевская дочка А стрелок Ну хоть убей, не возьми И пока король с ним так припирался Съел уже почти всех женщин и кур И возле самого дворца ошивался Этот самый то-ля-бэк, то-ля-тур Делать нечего Ордвейно на споре Чудо-юду победил и убег Вот так принцессу с королем опозорил Бывший, лучший, но опальный стрелок Вот так принцессу с королем опозорил Бывший, лучший, но опальный стрелок Здорово, да? Такое необычное прочтение песен Высоцкого. Всегда интересно. Следующий приезд Высоцкого в Канаду состоялся ровно через год, летом 1977 года. И на этот раз Высоцкий и Марина Влади ехали в Канаду специально на международный кинофестиваль. Фестиваль был высокого уровня, там принимали участие, скажем, известная шведская актриса Ингрид Бергман, там был известный тогда продюсер Майкл Медовой, который за год до этого организовал концерт Высоцкого в Голливуде. Это было главной причиной, по которой Высоцкий и Влади приехали в тот раз в Канаду, в 1977 году. Узнав, что Владимир Семенович снова в Канаде, ему позвонил из Торонто Миша Аллен, коллекционер и переводчик. Он воспользовался случаем и захотел взять у Владимира Семеновича разрешение на публикацию перевода «Охоты на волков» в канадской прессе. Высоцкий услышал его просьбу и после секундной паузы сказал, «Знаете, Миша, а вы публикуйте так, без разрешения». Ему, конечно, не хотелось снова нарываться на какие-то окрики чиновников. К счастью, сегодня нам никакие разрешения, чтобы слушать и исполнять песни Высоцкого в Канаде, не нужны. И я приглашаю на эту сцену следующего участника, Владимир Тисельман. Встречайте. Я исполню две песни. Это два письма. Первое письмо из деревни мужу в столицу на выставку «Достижения народного хозяйства», куда он повез племенного быка. Здравствуй, Коля, милый мой, друг мой ненаглядный. Во первых строках письма шлю тебе привет. Вот и вернешься ты, боюсь, занятой нарядный. Не заглянешь и домой прямо в сельсовет. Как уехал ты, я в крик, бабы прибежали. Ой, разлуки говорят, ей не перенесть. Так и скучала за тобой, аж меня держали. Хоть причина ей скучать очень даже есть. Тут-то, Пашка, приходи, кум твой окаянный. Еле-еле не далась, даже сейчас дрожу. Он три дня уж, почитай, ходит злой и пьяный. Перед тем, как приставать, пьет для куражу. Ты болтает, получил премию большую. Будто Борька наш, Бугай, первый чемпион. К злитню этому быку я тебя ревную. И люблю тебя сильней, ежели чем он. Ты приснился мне во сне пьяный злой угрюмой. Если думаешь, чего, так не мучь себя. С агрономом я прошлась, только ты не думай. Говорили мы весь час только про тебя. Я-то ладно, а вот ты страшен за тебя-то. Тут недавно приезжал очень важный чин. Там в столице, говорит, всякие развраты. Да и женщин, говорит, больше, чем мужчин. Ты уж, Коля, там не пей, потерпи до дома. Дома можешь хоть чего, хоть пустить за бой. Мне не надо никого, даже агронома. Хоть культурный человек не сравнить с тобой. Наш амбар в дожди течет, прохудился верно. Мне одной невымогату, кто создаст уют. Хоть какой, но приезжай. Жду тебя безмерно. Если сможешь, напиши, чё там продают. И ответное письмо из Москвы, с выставки в деревню. Не пиши мне про любовь, не поверю я. Мне тут все твои дела, прошлое. Слушай лучше, здесь с Лавсаном материя. Если хочешь, я куплю вещь хорошая. Водки я пока не пил, но нет стопочки. Экономлю и не ем даже супу я. Потому что я куплю тебе кофточку. Потому что я люблю тебя, глупая. Был в балете, мужики девок лапают. Девки все как на подбор в белых тапочках. Вот пишу, а слезы тушат и капают. Не давай себя хватать, моя лапочка. Наш Бугай один из первых на выставке. А вначале все кричали, что бракованы. Но очухались и вот дали пристаки. Весь в медалях он лежит запакованный. Председателю скажи, пусть избу мою Кроют нынче, да и пусть травку выкосют. А не то я, телок, крытий не подумаю. Рекордсмен опортить мне, накоси выпусти. И пусть починят наш амбар, ведь не гнить зерну. А будет Пашка приставать, сидим как с предателем. С агрономом не гуляй, ноги выдерну. Можешь раза два пройтись с председателем. Ну да ладно, я в ГУМ за покупками. ГУМ это вроде наш сельпо, но со стетлами. Ты мне можешь надоесть с полушубками. В сером платьице с узорами блеклыми. Тут стоит культурный парк над речкою. В нем гуляю и плюют оковурные. Все равно ты не поймешь там за печкою. Потому ты темнота некультурная. В Монреале в 2017 году Высоцкий не только посещал кинофестиваль, но вместе с Мариной Владей они однажды отправились на концерт популярной тогда рок-группы, которая называлась Emerson, Lake & Palmer. И Марина Владей вспоминала, что концерт проходил на стадионе, что когда музыканты стали исполнять песни на бис, Высоцкий неожиданно так разошелся, что стал во всю мощь своего хриплого голоса подплевать вместе с ними. И делал это настолько экспрессивно, что зрители, которые сидели рядом, они повскакали с места, стали смотреть, кто это делает, чей мощный рык раздается. И Высоцкий их настолько завел, что они стали подпевать вместе с ним. Я уверен, что песням, которые прозвучат сейчас, вы тоже будете подпевать. Встречайте следующего участника. Петр Пятигорский. Петр Пятигорский. Сейчас я хочу исполнить одну шуточно-сатирическую песню. Песня про бича. Бич – это английское слово, которое обозначает пляж, берег. А бичами становились, как правило, моряки, которые приходили с рейса, получали хорошую зарплату за несколько месяцев и, в общем-то, начинали отдыхать. И кто-то так увлекался этим отдыхом, что опаздывал к отплытию судна и становился бичом. Песня про бича. И для другой названия – это про Веричку Вачу и попутчицу Валю. Под собой внух не чую, и качается земля. Третий месяц я бичую, так как списан подчистую скитобоя корабля. Ну а так как я бичую, беспартийный не еврей, и я на лестницах ночую, где тепло от батарей. Это жизнь, живи и грейся, хрен вам пуля и петля. Пью, бывает, хоть залейся, кореша приходят с рейса и гуляют от рубля. Рубни деньги, руб бумажка, экономить тяжкий грех. Эх, душа моя, тельняшка, в сорок полосем прорех. Но послал мне Бог удачу, заработал свечку он. Увидав, как горько плачу, он сказал, валяй на Вачу, торопись, пока сезон. Что такое это Вача, разузнал я у бича. Он на Вачу ехал плача, возвращался хохоча. Вача – это речка с мелью во глубине сибирских руд. Вача – это дом с постелью, где стараются артелью. Много золота берут, как вербованы и шачу, ни ханыжу, ни торчу. Взял билет, лечу на Вачу, прилечу, похохочу. Нету золота богаче, люди знают, им видней. В общем, так или иначе, заработал я на Ваче 117 трудодней. Почитали, отобрали, заедут туда-сюда. Но четыре тысячи дали под расчет, вот это да. Рассовал я их карманы, где и руб не ночевал. И уехал в жаркие страны, где кафе да рестораны позабыть, как бичевал. Выпью там такая чача со знакомого печа. Я на Вачу ехал плача, возвращаюсь хохоча. Проводник преддверии пьянки, изверделся на пупе. Тоже официантки, а на первом полустанке села женщина в купе. Может, вам она как кляча, но мне так в самый раз. Я на Вачу ехал плача, возвращаюсь веселясь. Туда-сюда траливали, как узнала про рубли. Слово по слову у Вали, сотни по столу шныряли, сваля вместе и сошли. С нею вышла незадача, но я это залечу. Я на Вачу ехал плача, возвращаюсь хохочу. Суток шесть, как просквозило, море вот оно стоит. У меня что было сплыло, проводник воротит рыло и за водкой не бежит. Руб последний в Сочи трачу, телеграмму накатал. Шлите денег, отбатрачу, я их все прохохотал. Где вы, где вы рассыпные, хоть ругайся, хоть кричи. Снова с вами, дорогие, незабвенные, родные, магаданские печи. Мимо носа носят чачу, мимо рота лычу. Я на Вачу еду, плачу, над собою хохочу. Что-то воздуха мне мало, ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным восторгом, пропадаю, пропадаю. Вдоль обрыва, по над пропастью, по самому по краю. Я коней своих ногой я коней своих ногой каю, стягаю, погоняю, что того, с духом немало. Ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным восторгом, пропадаю, пропадаю, чуть помедленнее. Чуть помедленнее гонишь, чуть помедленнее, вы тугую не слушаете плеть. Но, что до коней мне попали, привередливые, и дожить не успел, не допеть, не успеть. Я коней напою, я куплет допою, хоть немного еще постою на краю. Скину я меня пушинкой, ураган сметет с ладони, и в санях меня галопом понесут по снегу. Утром вы на шаг неторопливый. Перейдите, мои кони, хоть немного, но продлите путь к последнему приюту. Чуть помедленнее кони, чуть помедленнее, не угощики вам гнут и плеть. Но, что до коней мне попались, привередливые, и дожить не успел, мне допеть не успеть. Я коней напою, и я куплет допою, хоть немного еще постою на краю. Мы успели в гости к Богу, не бывает опозданий. Ну, что там ангелы поют такими злыми голосами, или это колокольчик весь сошелся от рыданий, или я кричу коням, чтоб не несли так быстро сани. Чуть помедленнее кони, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее, умоляю вас скачь, не лететь. Но, что до коней мне попались, привередливые, и дожить не успел, мне допеть не успеть. Эй, я коней напою, я куплет допою, хоть мгновенье еще постою на краю. М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м года Высоцкий проводил большую гастрольную поездку по городам Соединенных Штатов. И в рамках этой поездки 26 января должен был состояться концерт в Торонто. Но по разным причинам он тогда не состоялся. Высоцкий приехал в Торонто в начале апреля 79 года. Он остановился в гостинице, которая называлась In on the Park в Нос-Йорте. Сейчас ее больше нет. На месте этой гостиницы сейчас находится автосалон Toyota. Но тогда это была довольно престижная гостиница. Достаточно сказать, что когда за год до этого в Канаду приезжал с визитом министр иностранных дел Советского Союза Андрей Андреевич Громыко, он со своей делегацией останавливался именно в этой гостинице In on the Park. Там же остановился Высоцкий. И в бантетном зале этой гостиницы должен был состояться единственный концерт. Но организаторы предложили ему сделать еще одно такое кулуарное выступление для узкого круга. И Высоцкий неожиданно с легкостью согласился. 12 апреля 79 года он дал концерт, вот то, что называется оздоровительным клубом Амбассадор. Кто-то называет это Баня Амбассадор. Но надо понимать, что это не было концертом в бане. Никто не был в парной и никто не пел даже в предбаннике. Там был настоящий бантетный зал со сцены, где был накрыт стол, где была сцена, установлена аппаратура. Поэтому как бы это все передергивание. Это был маленький кулуарный концерт, где присутствовало, может быть, 50 человек, но это был настоящий концерт. Стоит отметить, что Высоцкий был в ударе. Сейчас эта пленка доступна, ее можно на Ютьюбе послушать, она многократно издана, переиздана. Видно, что он просто в хорошем настроении. Он шутит, он смеется, он прекрасно реагирует на реплики, он сам предлагает задавать вопросы. Атмосфера царила вот такая дружественная, что называется. На этом концерте присутствовал, сторожил Торонто, мой друг Юрий Георгиевич Шетсон. Он был звукорежиссером концерта в клубе Амбассадор. К сожалению, он из-за ситуации, так сказать, с коронавирусом и прочим, он решил не ходить на массовые мероприятия, на концерт, но мы записали с ним серию интервью, их можно посмотреть на канале RTVI Канады, кому интересно. Ну а мы, так же, как Высоцкий, 12 апреля 79 года, в такой же прекрасной атмосфере продолжаем наш концерт, и я приглашаю на сцену следующую участницу, Ольга Рыкова под аккомпанемент Стаса Бергича. Встречайте! АПЛОДИСМЕНТЫ Без запретов и следов об асфальт сжигая шины, из кошмара городов рвутся за город машины, и громоздкие, как танки, порно линкольной селены, олигантные мустанги, мерседесы, ситроены, будто знают, игра стоит свеч, это будет, как кровная месть городам, поскорее только в свечи не сжечь карбюратор, и что в них есть еще там. И не видно полотна, лимузины, лимузины, среди них как два пятна, две красивые машины, будто связанные тросом, а где тонко там рвется, акселератором, подсосом больше дела не найдется, будто знают, и не стоит свеч, лишь бы вырваться, выплатят все по счетам, ну а может он скажет ей речь, на клаксоне, и что у них есть еще там. Это скопище машин на тебя дарит обиду, светло-серый лимузин, не теряя из виду, впереди гляди разъезд, больше риска, больше веры, опознаешь, так и есть, пепромела светло-серый. Они знали, простой цвеч, а теперь что ж сигналить рекламным счетам, ну а может гора им с плеч или с капота, и что у них есть еще там. Нет, развилка, как беда, стрелки в рост, и вот не здесь ты. Неужели никогда не сближают нас с разъезды? Этот сходится один, и врубив седьмую скорость, светло-серый лимузин позабыл нажать на тормоз. Что ж снижатся пустые мечты, или это есть кровная месть городам, покатились колеса мосты и сердца, и что у них есть еще там. Так дымно, что в зеркале нет отражения, и даже напротив не видно лица. И пары успели устать от круженья, но все-таки я допою до конца. Все нужные ноты давно сыграли. Сгорело, погасло вино в бокале, Минутный порыв говорить пропал, И лучше мне молча допить бокал. Полгода не балует солнцем погода, И души застыли под коркою льда. И видно, напрасно я жду летохода, И память не может согреть в холода, Все нужные ноты давно сыграли. Сгорело, погасло вино в бокале, Минутный порыв говорить пропал, И лучше мне молча допить бокал. В оркестре играют устало, Забиваясь, смыкается круг, Не порвать мне кольца. Спокойно, мне нужно уйти, Улыбаясь, я допою до конца, Все нужные ноты давно сыграли. Сгорело, погасло вино в бокале, Минутный порыв говорить пропал, И лучше мне молча допить бокал. Итак, концерты в Торонто. На следующий день после вот этого Кулуарного концерта в зале Амбассадор Состоялся большой зальный концерт В гостинице In on the Park. Но как ни странно, Хотя чего странного, Мы жители Канады понимаем, Что, наверное, это было логично, Тем более для 79-го года. Концерт финансово провалился. Собралось всего 600 человек, Что очень мало для сравнения На первый концерт в Нью-Йорке Собралось 3,5 тысячи, А на следующий 3 тысячи. В Торонто с трудом собрали 600 человек. Плюс контингент был довольно странный. В первых рядах сидели люди, Часто в одинаковых костюмах. Некоторые из них все-то строчили В блокнотах, записывая за высотствием Каждое слово, Что совершенно не добавляло ему настроения. И как ни странно, Несмотря на то, что концерт был зальный, В большом зале вот этой гостиницы In on the Park, И запись велась до сих пор. Концерт в бане был записан, И запись публикована. А того концерта, Где было 600 человек, Запись до сих пор не найдена. Поэтому если вдруг кто-то Как-то что-то где-то слышал, Вы сделаете большой вклад В русскую культуру, Дав зацепку, Обнаружить эту фонограмму Каким-то образом. Более того, Ни из бани, Ни из того зала Не сохранилась фотография. Хотя съемка велась, Фото не найдено. Есть отрывочные фотографии, В основном сделанные в Монреале. В Торонто ничего. Хотя фотосъемка, повторюсь, велась. Так что если опять же Кто-то где-то что-то, Это будет большим вкладом В изучение наследия Высоцкого И в целом для русской культуры. После концерта В гостинице In on the Park К Высоцкому за кулисами Подошел Миша Аллен, Который наконец-то Встретился лично Со своим кумиром. До этого они, Как мы помним, Общались только по телефону. И попросил Владимира Семеновича Сфотографироваться на память. Высоцкий не отказал. Сказал, да, пожалуйста, Давайте снимемся. Но у меня к вам просьба. Вы не публикуйте эти фотографии. Вы опубликуете их Только после моей смерти. Аллен сказал, Вы не оставляете мне шансов. Я старше вас на 25 лет. На что Высоцкий, Помолчав, ответил. В России поэты Долго не живут. Но, к счастью, Мы в Канаде. И я приглашаю на эту сцену Поэта Алексея Дымова. Встречаем. Первый раз я услышала Высоцком с диска. Это была песня Посвящения Марине Влади. И, собственно говоря, Я был мальчиком Лет 10, наверное. Конечно, о любви Я ничего не знал. Может быть, какие-то переписки С одноклассницами Дергали друг друга За косички и так далее. Но вот эта песня Меня просто потрясла. Там и мелодия, и стихи. Это был самым, может быть, Дорогим диском в нашей коллекции. Виниловый диск. Здесь лапы у елей Дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут Бельем на ветру. Пусть дождем Опадают сирени. Все равно я отсюда тебя Заберу во дворец, Где играют свирели. Твой мир Колдунами на тысячи лет Укрыт от меня И от света. И думаешь ты, Что прекрасней нет, Чем лес Заколдованный этот. Наш вечер подходит к концу. 14 апреля 79-го года Владимир Высоцкий улетал Из Канады в Россию. Самолеты из Торонто В Москву, Как и сегодня, Так и тогда не летали. И возвращался он на родину Через Монреаль. В Монреале был запланирован концерт, Было даже выбрано место, Но публика не проявила Никакого интереса. И концерт был отменен. Высоцкий вернулся в Москву И больше в Канаде Он уже никогда не был. К счастью, Наш концерт Сегодня состоялся. И по-моему, Прошел он с большим успехом. Мы услышали разные Песни Высоцкого, Увидели разные Грань его таланта, Открыли для себя, Я уверен, Много талантливых имен. И сейчас я хочу Пригласить на эту сцену Всех участников Сегодняшнего концерта Для исполнения Финальной песни. А пока, ребята, Выходят на эту сцену. Я хочу поблагодарить На этот раз возьму бумагу, Чтоб никого не забыть. Студию Н И лично Любу Черную За блестящую организацию Этого вечера И предоставленную площадку. Звукорежиссера Сегодняшнего концерта Андрея Мазарука. Отдельное спасибо Моим друзьям Из творческого объединения Ракурс, Которые предоставили Редкие видеозаписи Высоцкого. Спасибо биографу Владимиру Высоцкого Марку Цибульскому, На чьи факты В своем выступлении Я сегодня опирался. Отдельная благодарность И CG Production И лично Грегори И Ольде Антимоний За съемку этого вечера Операторам Владимиру Штрунгарю Андрею Равлику. Вы сможете увидеть Запись сегодняшнего вечера На телеканале Артевия Канады. И конечно Благодарность всем артистам, Которые сделали Этот вечер сегодня Для вас. Не буду называть Поименно, Но это было просто блестяще. Спасибо вам, друзья. И самое главное Спасибо вам, Что вы решили провести Этот вечер сегодня С нами. Спасибо, друзья. И спасибо ведущему Максиму Кравчинскому. Субтитры создавал DimaTorzok Нет, не забываешь ты о нем Я так скажу, что тот пол жизни потерял Кто в Большом Каретном не бывал Еще вы, где твои семнадцать лет? На Большом Каретном А где твои семнадцать бед? На Большом Каретном Где твой черный пистолет? На Большом Каретном Где тебя сегодня нет? На Большом Каретном Впереди виноват Он теперь Стало все по новой нам Верь, не верь И все же, где б ты ни был Где ты не придешь Нет, нет, да по Каретному Пройдешь Еще вы, где твои семнадцать лет? На Большом Каретном Где твои семнадцать бед? На Большом Каретном А где твой черный пистолет? На Большом Каретном А где тебя сегодня нет? На Большом Каретном Где твои семнадцать лет? На Большом Каретном Где твои семнадцать лет? На Большом Каретном Где круглый пистолет на Большом Каретном? Где легает смертончик свет на Большом Каретном? КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ